При этом нарушения требований личной гигиены могут сказаться на здоровье как одного человека, так и очень больших групп людей. Это коллективы, предприятия, семьи, члены различных сообществ и даже жители целых регионов. В этом ракурсе вопросы средств индивидуальной защиты – это средства, которые используются для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных факторов и для защиты от вредного воздействия. И вот средства индивидуальной защиты, в частности лицевые маски – один из элементов системы профилактических направлений, направленных на обеспечение безопасных условий труда и жизни в случае, когда в силу определенных обстоятельств не предоставляется возможным обеспечить защиту от воздействия вредных факторов. Поэтому мы должны прислушаться к рекомендациям и к настоятельным рекомендациям по вопросу ношения масок, потому что при наличии легких проявлений болезни, бессимптомного течения могут возникнуть эпидосложнения и при тесных контактах возможно передача вируса. Поэтому, уважаемые сограждане, прошу вас прислушаться к тем рекомендациям, которые дают медицинские работники в отношении ношения масок. Это один из элементов защиты как себя, так и окружающих лиц. За введенные временные санитарные правила, где на объектах, возобновляющих свою деятельность, введение масочного режима, это обязательный элемент. Введение термосканирования тоже обязательный элемент. В случае нарушения будут применяться и административные меры. Вот хочу остановиться на одной цифре. На сегодня по республике выдано 2029 предписаний, составлено 203 протокола, 194 штрафные санкции пошли на сумму 298 500 сомов. Это не от хорошей жизни, потому что соблюдать все требования крайне необходимо для того, чтобы предотвратить новые случаи коронавирусной инфекции. В стране принимаются беспрецедентные меры по защите населения, поэтому следует относиться к этому с большим пониманием.